Инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» привел Германию в полушоковое состояние, заявил экс-депутат Бундестага от правой партии Вальдемар Герт. И действующим властям Германии нужна отрезляющая пощечина, чтобы они начали оценивать ситуацию трезво и сопоставлять факты и произошедшее. Теракты в Балтийском море, диверсии против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Эксперты справедливо заявляют, это фактическое объявление войны Европе в целом. Сможет ли «Старый свет» прямо во всеуслышание назвать виновников атаки и окажется ли ей способным принять меры к своему спасению от тотального энергетического голода? Ответы искала Елизавета Казакова. ЧП с «Северными потоками» беспрецедентное. В причинах будут разбираться долго. И огромный экономический ущерб оценить весьма сложно. За чей счет будут ремонтировать трубы? Сколько времени это займет? Мало было Европе, самой же инспирированного санкционного энергетического кризиса, теперь может получить полную остановку своих производств. Сегодня стоимость голубого топлива в ЕС превышает 2000 долларов за 1000 кубометров, а станет экстремальной. Газ, закачанный в нитке «Северных потоков», очень дорогой. И сейчас он улетучивается в воздух. Европа почувствует отсутствие российского газа. Но если прекратится подача норвежского, европейская экономика рухнет. Будет темная и холодная зима. Вполне вероятно, что мы столкнемся с атаками на норвежский экспорт энергии в следующем полугодии. И, возможно, именно зимой, когда европейские газохранилища опустеют. Все меньше сомнений в том, что инциденты на российских потоках стали результатом диверсий. Это признали и в НАТО. Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа, заявлено на официальном сайте организации. НАТО поддерживает расследование, которое проводится с целью установления причин повреждения газопроводов, отмечают в Североатлантическом альянсе. Но неужели Блок отважится указать имя истинного бенефициара? Мы слышим заявление. Вы помните заявление президента США, которое еще было сделано в начале февраля, который обещал тогда избавиться от Северного потока-2. Что имел в виду президент США? Мы не знаем. Мы видим совершенно граничивое сумасшествие, истерично-эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Мы видим огромные-огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на европейский континент. О том, что виновника диверсии следует искать на Западе, заявил главный редактор немецкого издания World Economy. Александр Сосновский задается вопросом, как датчане смогли заснять момент одного из взрывов над водой. Это не было случайностью, это было спланировано. Это я, среди прочего, обсуждал со Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, потому что это серьезно. Важно также отметить, что это произошло не в датских водах, это произошло в международных водах. Кстати, на острове Борнхольм, близ которого проходят газопроводы, постоянно находятся представители ЦРУ, собирающие техническую и военно-техническую информацию и обладающие подводными аппаратами для глубоководных диверсий. Вывод из строя газопровода, если кратко суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет, позволят Соединенным Штатам нарастить поставки своего сжиженного природного газа в Евросоюз. Это не моя оценка. Это те лозунги, призывы и тезисы, которые распространялись американскими партиями и республиканской, и демократической, и реализовывались американскими чиновниками на протяжении последних лет. В связи с провокациями в отношении северных потоков, на завтра назначено срочное заседание Совета безопасности ООН. Но это будут лишь цивилизованные разговоры. А назвать цивилизованным способом конкуренции диверсионную газопроводную войну язык не поворачивается. Но для Европы, справедливо констатирует МИД России, недопустимо на экзистенциальном уровне сама мысль о том, что за балтийской провокацией могут стоять те, кого они называют союзниками. Губительная, близорукая зависимость. Елизавета Казакова, Дмитрий Астертах, агентство теленовостей.